Доброе утро! С вами я, Светлана, а мой канал Экранка Души. Это познавательно-возвлекательный канал, где я вам даю частичку совета. Очень признательно, как зовут Савы. Хочется сегодня поговорить о манипуляциях. Давайте посмотрим, что же вы для него там придумали за манипуляцию. Да, как вы его хотите наказать, чтобы он что-то осознал, принял? Наверное, наказание молчанием. Расклад на одну позицию, с кем сезонировать, буду очень рада. Наказание молчанием. Итак, возьмем карту сигнификации, посмотрим, кто к нам выйдет на связь, что за мужчина. Может, это женщина выйдет, кто знает. Может, это мужчина наказывает, женщина может быть одинаковая, он и она. Наказание молчания. Давайте посмотрим, он и она, неважно, кто. Давайте посмотрим, кто выйдет на связь. Кто хочет со мной сейчас поговорить? Показано, знаешь, планы и проекты, да, когда не получается. Планов проектов много, но ничего не получается. Показано словно иллюзии. Действительно, манипулятор выходит. Смотрите. А кто это в роли манипулятора? Мало кто. Дурак, шут гороховый. Дурак, шут гороховый. Показано мужчина. Мужчина, который себя повел, как шут гороховый. Было очень много энергии, было очень огня, страсти показано. Скорее всего, этот человек для вас может быть новый, с которым вы новым общаетесь. Который, знаете, играет. Он говорит, ну, типа, у меня дороги-то все открыты. Но играет чувствами и эмоциями. И тем самым разбивает вам сердце. Манипулятор. Действительно, манипулятор. У вас с ним вот такие отношения. И не гражданский брак, а любовные такие какие-то отношения. Знаете, скорее всего, что человек здесь может быть несвободный. А женщина может быть свободна. И наоборот. Когда мужчина свободна, а женщина не свободна. Но каждому чего-то не хватает. Здесь показано, когда у мужчины все есть, но у мужчины не свободны, женщина свободна. И он показано здесь, просто ей манипулирует. Ему не нужна семья. Ему просто нужна женщина, которая будет приходить и уходить. И это называется партнерские отношения. А вы сказали, нет, нет. Я императрица. Я женщина, которая достойна счастья, быть счастливой. И вы показаны сейчас, находится в состоянии одиночества. Потому что, скорее всего, может быть, где-то с весны встречаетесь. Лето с весны. Надо переломать ход событий здесь. Радость здесь какая. Один вкладывается, а другой сосет, энергию запирает. А он считает, что он на коне. Представляете, перед вами на коне. Уверен и в себе такой. Говорит, это же любовь. Интересно. Он действительно хочет создать семью. Это так. Кровные люди. Он еще не завершил свои предыдущие отношения. Показано. Он женат. Да, в нем сила, в нем притяжение. Он галантный. Он такой здесь завораживающий, начитанный. Но запутался. За то, что вы молчите, показано. У него сейчас и нет энергии. Ему бьет по сердечной ночи. Как выворачивает руки, ноги. Показано сосуды. Может давление скакать. Он сейчас сидит и борется с собой. Почему? Потому что эту энергию давали вы. Это карта сигнификации. Вот такая ситуация. Это вышел мужчина. Мужчина, который не свободен. И женщина, которая свободна. Здесь мужчина, который не свободен. И он может долго не жить с женой, допустим. Но не в разводе. И ваше отношение, это непонятно что. То, что вы сделали. Вы, скорее всего, могли уйти от человека. Давайте посмотрим, что же произошло. Вы ушли от него или замолчали. Показано, вы давали ему энергию. Вы, знаете, вы для него, как свет в окошке показано. Вы легкий, позитивный, жизнерадостный. Вы женщина, действительно ведьма. Женщина ведомая, обладающая силой. Это может быть женщина воздушного знака. Или в этих энергиях. Какие последствия. Карта паузы в ваших сердечных делах. Карта трансформации, карта паузы. И к чему-то привело. Да ни к чему. Абсолютно ни к чему. Тупик. Словно, вы проживаете не свою жизнь. Он проживает не свою жизнь. Или вы, или он показано. Тупик. Смотрите, есть гнездышко и нет его. Говорит, соедини сердце и душу. Пора сделать чистку. Пора принять решение. А вы же оба одинаковые, смотрите. Оба личности, оба одинаковые. Люди созданы для семьи, для счастья. Быть вместе. Оба одинаковые. И терзаетесь. Кто кого. Два сильных личности. Никто никому ступать не собирается. Показано. Кто-то говорит, сделай чистку водой. А вы говорите, пока не поступит предложение, я больше к нему не пойду. Пусть что хочет делает. У вас будет осознанный выбор. Осознанный выбор. Вы ему говорите, ты одинокий волк. Хочешь быть с одиноким волком, пожалуйста, сиди гуляй. И он говорит, я такой мишка. У меня все есть. У меня дом есть. У меня все есть абсолютно. Я хозяин хозяина. И я могу себе позволить все. Ну, позволяй. Можешь кого-то, хочешь влюбляться. Можешь менять бабку в перчаток. И живи так. Бабылем. Одиноким волком. Без семьи. Без жены. В качестве любовника. Даже в качестве любовника не получается. Потому что характер, мама, не горой. И вы тоже попались в его сетью паутину. Да, он такой и харизматичный. Умеет галатно ухаживать. Но пришло время все убрать. Рабой жизни. Вы поменяете эти отношения. Поменяете. Вы не будете с ним общаться до момента, пока он не примет серьезное решение. Показано. Вы говорите, вся эта жизнь, все эти отношения, это было просто мишура, это маски. Я устала быть рабой положения. Устала. Я не хочу больше. Вы что делаете? Вы от него уходите. Вы улетаете. Показано. Это было вечернее время. Это может было 10-12 часов вечера. Но он что-то делает? Он сидит и водит на Луну. Потому что ту энергию, которую ему давали, нет. Здесь показано. Вам нужна семья, вам нужны дети, вам нужны отношения. Но он придет, говорю сразу. Он позвонит, он проявится, потому что ему действительно будет болеть сердце. Он скажет, знаете, как проявится? Типа скажет, у меня сжало сердце, мне было очень плохо, а ты не пришла и не дала мне воды. Ты даже, ты обо мне даже не позаботилась какая-то. Ты здесь нехорошая. Он думал, он думал, знаете, что он вас приручил. Смотрите. Он думал, что он вас приручил. Он, знаете, он вообще думал, что вы претендуете на его жизнь, на его дом, на его машину, на его деньги. А вы сказали, нет, нет, ты ошибся. Вы сразу от него отвернулись. Отвернулись и закрылись. Вы сказали, живи там со своим этим всем. А я пойду дальше. У меня, о, светлый путь. Я могу расти по ступеньках. Здесь же башня, учреждения. Я расту, я развиваюсь. Мне достаточно того, что я умею сама зарабатывать. Я больше никому не позволила с собой хитрить, обманывать, манипулировать и загонять меня в состояние жертвы. Здесь показано, он или она. Ну, если мужчины, переворачивайтесь на себя. Если вы попали в такую ситуацию, женщины, на себя. Здесь показано, что он попытался фемиду, да, загнать в состояние жертвы. Человек, который здесь лгал и обманывал. Представляете, какой подлый. Человек здесь лжет и обманывает. Он хотел вас загнать в состояние жертвы. У себя дома. А вы что? А вы преодолели сложности и сказали, передо мной весь мир, вся вселенная. Так что я не собираюсь из-за тебя тратить свою энергию, переживать, плакать, биться головой в стенку. Я показано найду, с кем выстроить свое, да, родовое древо. Вы посидите немножко. Посидите, потому что у вас есть ценности. Вы сказали, я вымету весь этот мусор, вымету, поменяю друзей. Я побуду в состоянии одиночества. Вы ему, знаете, за... Так он считает умным, а понятие принять то, что хочет его любимая женщина, до него не доходило. Но вы бы снесли башку. Смотрите, вы ему снесли башку. Он может сидеть, сейчас пить, попивать, злиться. Пусть злится. А вы императрица, императрица. Я знаю, чего я хочу. Вас любят духи предков рода. Они вас поддерживают, они вас защищают и пытаются всегда вывести из запутанных ситуаций. Словно вас, знаете, как толкают спину. Иди, иди. И что ты там сидишь? За что ты там цепляешься? Он тебе все равно ничего не даст. Он постоянно будет тобой манипулировать. Он жадный. Он жадный. Он будет всегда говорить, что не претендуй на это, не претендуй на это. Да мужчина, которому нужна его женщина, купит дом, даст денег, будет ее содержать, ее, ее детей. Он будет ее любить. Он уведет ее от мужа, если он будет ее любить. Подумайте, мои хорошие. Судьба вам не даст другого человека. Хватит вам тратить. Вот видите, я ей только сказала, если он будет любить, он для вас, на вас будет тратиться, вкладываться, заботиться. А не вы о нем. О, видите? Ты же только проговаривала. Вот какой должен быть мужчина, который должен сделать свою любимую женщину принцессой, королевой, императрицей. Да? А не это плакать, сидеть и тратить свою энергию, зашиться в угол. Вы должны идти дальше. По дурачку больше не получится. Молчание это как урок. Вы ему преподадите урок. За игру с вами, за манипуляцию с вами. Или он вам... Вы много тайну знаете о том, о чем не знали. Он вас даже не раскрыл, не изучил, как личность даже. играл с вами. Считал, что он вас победил. А что он сейчас делает? Ну, читается, борется сам с собой. Может, пишет смс и снова закрывается, рвет и стирает. Показывает. На время-то идет, а он молчит. Там есть друзья хорошие, он с ними советует за вас, рассказывает, какая вы нехорошая, как вы неправильно поступаете. Гарри говорит, я же ее люблю, а она такая... У нее такой характер скверный, она такая гадкая. Ну, это, говорит, может, мужчина, женщина, женщина, мужчина. Каждый на себя переворачивается. Я ей давал стабильность. Женщина говорит, ну, где же ты мне давал стабильность? Это я ждала от себя любви, да, устойчивых, крепких отношений и то, что ты возьмешь обязательства. Я жду, когда ты придешь и попрошишь прощения. Если ты придешь, повинешься, ты или он, тогда да, я тебя еще подумаю. Кто-то просит, показано, потому что здесь любовь, но вы ему покажете кузькину мать. А кто-то отвергнет, показано. Вы не позволите быть в состоянии треугольника. Скажете, иди к своим сучкам или кобелям. Здесь будет время. Это может быть, знаете, шесть часов, шесть дней и кого-то такая ситуация может быть затянулась. Все станет на свои места. Не будьте легкой добычей, научите себя любить, цените вкладываться. Тогда в вашей жизни будет семья, отношения и светлый путь. Вся эта болезненная ситуация уйдет. Вы закроетесь от плохого человека, и в вашу жизнь войдет другой человек, потому что он привык. Пади, подай, принеси, командовать. А вы нет, скажете. Я устала. Болейте за тебя. У меня вот, смотрите, новый путь, новая дверь, новые возможности. Я любима, я умею любить. Может, немножко поболеете, но это ваш путь. Вы сильны, вы ресурсны, вы стабильны, у вас очень много огня, и вы человек праздника. Я вам хочу сказать, если будет какой-то праздник сейчас, да, как Новый год, то вероятность того, что в вашу жизнь войдет новый человек. Поэтому вы быстро этого человека, ее или его, забудете. У вас будет шанс и возможность. Вот такая ситуация. Продолжение следует...